Приветствую вас. Вы знаете, вообще вот, если говорить о том, любовь ли это или нет, то это мне кажется совершенно бессмысленным, потому что, ну, понятно, любовь у каждого человека своя и справляется любовь указывает человека по-своему, чтобы мы говорили о том, любовь ли у него. Это или, или нет. Но то, что бросается в глаза, бросается в глаза, как мне кажется довольно сильно, это то, что вы неуверенны в себе, у вас как будто очень большая неуверенна в себе, вот. Страх быть брошены, то есть вы боитесь, что вас бросают, боитесь, что вас разлютят. Вот. Это такой момент, такой аспект. И вместо тем, как будто бы вам не интересна ваша жизнь, то есть вы, вы же, получается, то по сути живете только вот этим человеком и все. То есть, по сути, это зависимость. Мне кажется, что говорить о том, любовь ли это или не любовь, а мне кажется, что вы пытаетесь себя доказать, что это не любовь. Чтобы оправдать свои действия, чтобы подкрепить свою позицию, чтобы, ну, может быть, меньше времени сомневаться, да. Как-то вот так, наверное, это все выглядит. Вот. Мне кажется, что прежде всего нужно вам разобраться в себе. И прежде всего нужно, чтобы у вас уменьшилось вот это вот влияние нуждаемости в человеке такой глобальной и уменьшилась неуверенность. Чтобы все-таки не боялись вы, что вас бросит или что-то невозможно. Вот. Там же, мне кажется, еще есть моменты, связанные с доверием. Вот. Ну, то есть, вам сложно доверять. Как мне показалось мужчине или, или мужчине или людям. Вот. То есть, это вот какая-то попытка переложить ответственность на человека, да. Вот. И, собственно, если бы вам пришла в голову мысль, что вы можете постареть, он вас бросит и, соответственно, он может повзрослеть и тоже вас бросит, хоть себя обоценивать. И говоря о том, что это не любовь и что вы там представляете вас с другими и так далее, это точно все оттуда идет. Вот. И говоря о том, любовь ли это, вы подумайте сами в первую очередь о том, что такое любовь для вас. То есть, если вы, если вы можете подумать условно, что человек у вас способен бросить только потому, что вы, ну, вы повторяете. То есть, вы, получается, сами, вот, свою ценность позиционируете за счет, ну, истории, связанной с внешней красоты. И, точнее, стереотипами красоты. Вот. И, свою ценность вы видите, на мой взгляд, ну, весьма-весьма условно. Вот. То есть, вы свою ценность воспринимаете весьма-весьма условно. Вот. И, вы говорите в этом контексте про любовь. Ну, я могу с уверенностью вам сказать, что если человек, человек, вот, как вы, например, да, готовится и ожидает того, что его перестанут просто принимать ввиду каких-то внешних факторов, то вы сами эти условия тоже будете выдвигать. Тут имеется смысл спросить себя, а мужчина-то, вот, он для меня какое значение имеет ввиду любовь? Это принятие, безусловно, человека, да, заинтересованность в его развитии, заинтересованность в его росте, ну, вот, так вот я бы сказал, ну, личностном росте, да. Ну, вот, и вопрос у меня прям, а заинтересованы ли вы были в его росте и принимали ли вы его таким, какой он есть? Вот. Мне кажется, что, не принимая себя, а, такой, какая вы здесь, вы не можете принять другого человека, а, таким, какой он есть. Вот. Вот. Ну, потому что у вас, вот, такого опыта вполне возможно, что и нет. Вот. И, соответственно, с чем это связано? С отсутствием ощущения себя ценной вне зависимости от внешних факторов. То есть, вне зависимости от возраста, вне зависимости от красоты, вне зависимости от того, кто с кем спал и так далее. Понимаете? При этом, есть та же самая, или похожая история, похожая ситуация, когда… Есть именно приемлемая и неприемлемая для вас, с точки зрения, мараза. Кто-то может принять какие-то вещи, а кто-то нет. Но важно, чтобы вас это не вызывало. Понимаете? Важно, чтобы на свой счет это не понимали. А мне кажется, что такая проблема присутствует, как минимум. Вот. Поэтому, то, что вы сейчас делаете, это пытаетесь подтвердить себе свою позицию, подтвердить себе свою теорию о том, что вас не любят. Но при этом забываю, что из отношений вышли вы, и что человек находится в кризисе. Вот. Понимаете? И то, что вы говорите о том, что он пропустился и прочее, оно… Это больше свидетельствует о том, что вы самого человека не видите, а видите скорее некий его образ. То есть вам нужен образ. Это же не то, что этот образ вам дает. Вот. Мне кажется, что… Было бы очень здорово и хорошо, если бы… Вы постарались увидеть, что вам дает этот образ. Вот. Что он для вас. Это важно. Поэтому все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я желаю вам всего самого доброго и буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой.